Всем трема доброго времени и суток. Это канал Boring Дмитрий или скучный? Скучный я. Да уж, куда же без пятигушек. Мы с вами продолжаем неторопливое, казуальное, ленивое прохождение игры SnowRunner. Напоминаю вам про лайки, извиняюсь за свое сопение. И отдельное громадное спасибо помидорку Вячеславу TheCatExpNoName. Они знают за что. Ссылка на донат в описании под видео. Водила наш спит, но придется его будить. Скачал так странно. Так, ну что, пошли выволакивать вот этого товарища. Собственно, здесь шли мы сюда. Вестерн Стар сейчас будем вытаскивать. Такова. Смогем? Может и сможем. Может и смогем. Не могем, а могем. Все равно не могем. Но идея в том, чтобы развернуться, во-первых, там. Так. А, да, кстати, тут штуку еще поднять надо. Так, маячки включить. Фары вроде включены. Куда ночь? Поехали. Выволочь Вестерн Стар. Стар Вестерн Стар. По-моему, неплохая шутка. Вон он стоит. Так, тут мы сейчас аккуратненько разворачиваемся и переворачиваемся просто в ноль. Вау! Я не просто кувыркнулся. Я кувыркнулся самым, что не наесть веселым способом, да? Есть кто поблизости? Никого. Эт, блин. Что-то да, надо было не торопиться и не торопясь ехать. Так, ну че? Кто поедет его спасать? А, слушайте, так ешкунь-код. Кто поедет его спасать? Да кто-кто? Наш чип Идейл в одном флаконе. Так, пусть этот действительно БТР едет. Все равно его туда надо перетаскивать потихоньку. Да, что-то я расслабился. Просто взял и перевернулся. И не просто перевернулся, а на крыше. Так, нам нужна эвакуация. Так, тюнинг. Фыны. Ну, фыны у нас тут стоят вот эти, да? Я всякие попробую. Ладно, все остальное вроде нормально. Давайте, так. Стоянку, карты мира, пик-пик, дикпик, дикпик солмон. Кто не знает, что такое дикпик, не гуглите. Вам оно не надо. Кто знает, может улыбнулись, а может и нет. Тоже не знаю. Так, стоянка. Это вывести. Поехали. Маячки вкл. Фары вкл. Гудок работает. Фары точно вкл? Вкл. Ну, поехали, что-то. В принципе, можно было кого-то с краном туда отправить, чтобы заодно эту хрень поднять. Ну, да ладно. Да, я забыл. Насколько он все-таки медленный. Ну, ладно. Медленный. Ну, и в то. Зато надежный, как не знаю что. Так что просто, 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 просто. А! Так, понятно. Убираю все это нафиг, просто едем. Да уж, но расслабился я на монолите. Слишком расслабился. Стоп, уступи дорогу. Кому? Самому себе, что ли? Вы еще штрафом не начните за превышение скорости выписывай. Не, ну, в дальнобойщиках это было в целом логично. Там все-таки другие машины присутствуют. А здесь что? Да, представляете, тут бы реально были камеры штрафующие за превышение скорости. Это бы был дико бесючий момент. То есть никого нет, вообще никого. Но камеры штрафующие есть. Только ты решил немножко расслабиться. Газануть. Не притормозил перед знаком уступи дорогу. Еще что-нибудь я такое. И все, тебе письмо счастья. Здравствуйте! Вы приобрели в нашей локации 40 тысяч долларов. Поздравляю! Вы должны нам еще пятерку за погашение ваших штрафов. В конце карты такой прилетает. За сломанные деревья, за перевернутые машины, за всю эвакуацию. Уй, ёжцы. У них мурочки пока уже побежали. Просто в лютых минусах такой остаешься. Интересно, да, что здесь текстура асфальта такая же, как на том же Кольском, да? Ну, как бы, это вроде как асфальт, покрытый льдом. Но машинка-то едет. То есть, получается, это все-таки просто асфальт. Я не знаю, может быть, я слепая жопа и не вижу разницы. Но, как по мне, что тут асфальт, что асфальт, покрытый льдом, что этот. Выглядит примерно одинаково. Так, стоп, а я туда еду? Туда. Передний крутится, задний стопится. Все, ясно. Блин, надо было тяжело кран еще прихватить. Что-то я действительно не подумал сразу. В комплекте, так сказать, пусть бы вместе ехали. Ну, цель, али. Потом будет еще одна поездка. Только уже на крайне. За каждый сбитый знак, там, кстати, да? За то, что заехал в речку и там растеклась огромная лужа. Блин, ну, просто целая куча штрафов. Именно в конце, в конце карты, с карты хочешь уйти? То есть, прям, ты все завершил, в конце карты тебе приходит отчет. Вы заработали полмиллиона долларов. Остались должны еще сто тысяч. Идите, зарабатывайте. Это такой hard-hard версия. И какие-нибудь жутко нудные задания, чтобы выполнить, чтобы это, эти там, типа, перевести, там, 50 грузов с точки на точку. Ну, все. Это должен их выполнить. Прям реально hard-hard версия. Да уж. Ведь нашлись бы маньяки, которые бы в такую играли. Тихо. Куда-то я на БТРе. Ох, мне бы такую машину в Death Stranding. Кстати, да. БТР бы там зашел. Хотя. Ну, тоже вопрос, конечно. Может, и зашел бы. А может, и нет. Так, ну, по рельсам поедем. Я думаю, все ж таки. Вячеслав утверждает, что рельсы это лучшая дорога, которая тут есть. Ну, что ж. Возможно, он абсолютно прав. Возможно, но не факт. Поползли. Нужна еще одна версия БТР, чтобы у нее там внизу под основными колесами была еще пара мелких колесиков. Но если видели такие грузовички, которые могут на рельс вставать, я аж не знаю, как они называются по-научному, но... Чтобы можно было по рельсам ездить. Я думаю, это было бы забавно. Ну, в принципе, и доехали. Спокойно. Не пихаясь, не толкаясь. Доползли докуда надо. Сейчас будем переворачивать. Зови, говорит, крутых. Будем опускать. Чего? Ты кого, говорит, опускать будешь? Ты меня? Да я тебя сам опущу. Всех положу, падла. В итоге перебив всех. Это у стоянного было. А ты, говорит, там кто-то какой-то вопль из коридора. А ты, говорит, кто? Я закройщик, закройщик. Я крутых. Моя фамилия крутых. Мне сказали кому-то талию опустить не может. В последнее время на ютубе частенько эти... Как их... Городок этот вылезает в рекомендованных. Уж не знаю почему. Лежит. Колеса сушит, что ли? Разлегся тут. Тоже мой. Ну, хотя, да, тут довольно... Чего? Давай, подъем. Все, хватит. Чего? Развалился. Давай, давай. Сейчас ты у меня... Сейчас ты у меня махом поднимешься. Ты учти. Морда. Монолитная. Я не за монолит. Давай, слезай, ну. Я за сноураннер. Давайте попробуем. Так. Смогу, не смогу. Хорошо. Давай, тихонечко. Блин, ну, это сейчас опять перевернусь. Или нет? Ну, по крайней... Попробую и не перевернусь. Перевернусь. И на крышу. Мне так нравится этот момент. Знаете, вот этот вот... Ой-ой-ой-ой. Вот как он так лежит? Посмотрите, просто посмотрите. Ну, как? Ну, хотя, ладно. Да, задним ходом на нем ездить тоще удовольствие. Ну, идея была в том, чтобы к тому монолиту как бы жопой подъехать и спокойного выволочь. Но, видите, в таких условиях на этой машинке вот так вот кататься, это еще развлечение. Ну, ничего, мы, ребята, упрямые. Бараны упертые, как говорится. На крайнях БТР-ом вот еще. Здесь уж прям совсем надоест. Так, ну где там? Ну! Вставай, давай. Я говорю, проблема, что он как бы... Ну, как-то... Так, плюс-минус вроде. Бульк, утонул Буран. Даже не знаешь, что там внизу такая платформа скрывается. Написать, что он тянет вполне себе что-то. Нет. Нет. Топлива нет Силенок не хватает Интересно, что я смог его Удивительно, что я Могу вытащить Дальше он не идет Или идет Что-то мне подсказывает, что Хрен мне А не вытащить его отсюда монолитом Он вообще не двигается Обратите внимание Задний просто не Ну то есть как бы Я даже сдвинуть себя Я не могу себя сдвинуть Или могу Вот вроде пополз Нет, вот поехал Топлива нет ни хрена Вот в чем проблема У заднего я имею ввиду И оба того До цистерны дотащить До заправить Слушай, нет Вроде ползем Так, ну колеса я уже вижу Самые шинины есть Правильные для этой местности Так Шноркель отсутствует Трубы как у меня По остальному Хрен поймешь Что там в порядке Что не очень Ну ладно, выволокли Не без помощи батаяра Ну, что ж поделать Вот этот караванчик, да? Два этих Длинных Я говорю, если бы на них Краны можно было ставить На самом деле Без шуток Если бы на них Можно было ставить краны Но Увы и ах Краны на них Ставить нельзя Так Стоп Не вижу А где? А почему у меня нет? Ремонт А заправить нету что ли? А если вот так? Где? Минуточку Что происходит? Ремонт есть Заправки нет Чего? Почему? А вот Повелсянка А пересесть я на тебя не могу Ну вот видимо Опять батар нужен Ну подожди-ка Или может быть Если назад сдать Поближки на подъехте Смогу заправить Да Колесики-то Отличаются И подвеска Тоже А сейчас есть Давай так Ну поехали Заправили Этого тоже Только как еще ехать Вопрос Так И кстати Так И так И так Ладно Ползли Так Как ехать Ешкин кот Ну формальная Такая дорога Она где-то вот Видимо Так Так Как-то так Что ли Вот здесь А как еще Вот она Видимо Как-то сюда Идет Правильно же Подтопленный Гигант Ага Ну что Поехали Потихоньку По крайней мере Задитель колеса Не крутит Что уже хорошо Что мелочи Приятно Но как он туда попал Остается загадкой Он явно Не полноприводный Он явно Без Этой Как ее Без Подвески Колеса У нее Вообще Шоссе Ну как обычно В общем Ну в общем Все как обычно Красота Все таки Я это сделал Все таки Монолит Монолитом Утащил Ну я не знаю Реально Так долго Ждал эту машину Со всеми ее Примочками Чтобы и полный Привод И подвеска И колеса И все Все Что Уже прям Хочется на ней Все таки Ну без Без фанатизма Но все таки Хочется Почаще на ней кататься Ну и что-то Вот Что-то вот В этом Твинт степе Или как он там Правильно Что-то в нем Такое знаете Притягательное Есть Такая вот Мощь Как он Выглядит Что-то в нем Такое Что-то в нем Есть такое Знаете Эстетически Привлекательное Что-то Что цепляет Глаз Что-то Что Говорит С тобой На одном языке А ты отвечаешь Да Я хочу На нем Ездить Почему Потому что Ой как неудачно Сейчас его как Кувыркнет Этим Дурацким Прицепом Нет Потопленный ганн Ты и правда Это сделал Я буду рассказывать Эту историю Своим внуком Держи ты заслужил Ты с половиной штуки Ну да Действительно Учитывая Сколько было Задействовано сил Так Трубы 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 Да Это тоже Конечно Отдельная Отдельная Веселуха Чем их вытаскивать Не знаю Чем поинтереснее Что-то у нас Вообще есть Сейчас Так Это понятно Подожди Помощь местным Это надо Средние Трубы Средние Трубы А что средние Не понимаю Расходники А Это Нужен Грузовик С этим Помню Помню Так Ладно Пропавший Контейнер Извините Так Это тоже Нужен Грузовик С краном Инструменты Для склада Это Доставка От Сих Вот Нет Стоп Наоборот Наоборот Отсюда Вот Сюда Это Можно И на Беттере Можно И на Каком-то Охотничьи Ага Отсих Топливная Охрень Ага Вот Сюды Доступ На Склад Инструменты Ага Диагностический Прицеп Да Да Помню Это Привести Ну Кстати Можно И его На самом деле Покатать Немножко Так Ну Во-первых Давайте Там Монолитом И Что Твинстера Твинстера Наверное Его Эвакуируем Пусть он тут Где-нибудь пока Стоит Загорает Тут Сейчас Приделаем Прямо Как положено Ну Так Плюс-минус Вроде Красиво Так Сейчас Мы Соответственно Берем Комбик Кто у нас Здесь Вообще Катерпиллер Татра Ворон А он Где? Ох Ё Так Ну Его В любом Случу Надо Отсюда Вытаскивать А Ну Кстати Можно Можно Кстати Экран Подогнать Так Рупер Туз Можно Кстати Экран Сюда Подогнать Кстати Говоря Почему Нет Давайте Сделаем Так Тогда Нам Нужен Гараж 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 Та-дам Та-тата Та-тата Кого у нас Кто у нас Тут С краном Ну это кран Но это немножко Не то Азов Тоже не то Декстус А где у нас еще Кран один был Здоровый Подожди Карта мира Здесь что ли Честно Не помню Я вроде Какой-то кран Куда-то вытаскивал Но куда я его Потом дел Хрен его знает Где-то тут Должен находиться Где-то тут Где-то тут Где-то тут Где-то тут Вечно Где-то там Видите Какая Оказия Так Нету Хм Нету И вот тут Тут-то его Нету А как так А где он Тогда Как интересно Может я Может Среди тяжей А вот он Где Так Так Давайте Тогда сюда А я Почему-то Снаружи У меня Стоит Такие Дела Оказывается Нет Нет Что-ли Что-ли Так 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 большегрузный кран, большегрузный кран для работы с экстремальными высотами. Полный привод, шнурки льда, колеса, оставят вот эти. Давайте поставим, остальное вроде все серийная, коробка передач, продаем, движок. Мощность выше, надежность ниже, давайте лучше. Потому что... О, кто свет выключил? Так, ладно. А, у тебя активно? А, у тебя эта штука, точно. Ну ладно, что? Поехали! Попробуем поднять тот прицеп. Зеленый прицеп. Так, знак стоп. Никого, никого, никого. Ну ладно, поехали. Уф, а я уж думал сейчас, как вылетит кто-нибудь из-за угла, как врежется у меня, ёлки-папки. Раз... Да каи-то здесь не дождешься. ДПС. Как-то это, как можно их дождаться, нигде их не существует. Нет, какого-нибудь ковбоя, который в тебя впилится со всей дури в бочины, это легко. А вот спецслужбы вряд ли. Дайте им подвеску изменим. Не знаю зачем. Я с ней вообще никогда не езжу. Пусть хоть тут будет. Не глохни, оставь музыку. А, ну тут хотя бы... А, ноу-медиа. Эх, ужас. Эксперимент неудачный. Не надо так делать. Тут даже телевизор. Планшетик, так сказать, присутствует. Не хрена, все тут. Безмало километров 40 сейчас. Выжил. КМХ. Ай да, нарушать. Сколько там нас? Так, 20. Или сколько там, я не пойму. Еще попробую нарушить. Давай-давай-давай-давай, разгон. Не. Тут чисто физически не получается. Ту-ту-ту-ту-ту. Хотя вот здесь, может, и получилось бы. Ай, как больно было мне. Ну за что ж оно так со мной? Почему я еще так немножко лихачу, не боясь перевернуться? Тут БТР неподалеку, условно говоря. Условно неподалеку. Хе-хе-хе. Слушай, что? Эта хрень кого хочешь перевернет. Так, секундочку. Так, либо мы сейчас. Вот так. 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 Изо всяких-либо мы просто сейчас именно так и едем. Не знаю, не хочу на нем на рельсы заезжать. В газюху правда тоже особо не хочу, но тут уж. Вот тут такая условная грязюка. Главное эти мелкие колесики убрать и ни один хрен он там до снега до стоит. Давай. Ты смойдешь. Хоть у тебя и нет дифференциала, но ты все равно можешь. Реально странно. Тяжелая машина. Полный привод. Без дифференциала. Почему? То есть как это? Чем обусловлено отсутствие этой весьма полезной функции? Уже. Ну нет, давайте попробуем приподнять этого здоровяка. Уже. 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 Может получится. А может быть и нет. Я не знаю. Сейчас узнаю. Одно могу точно сказать. Перевернуть мы его точно сможем. Я не про кран, я про прицеп. Ну шо, попробуем. Ну конечно же... А, да ладно! Да, у него сверху зацепки есть, серьезно. Черт. А можно на это со стороны посмотреть? Почувствуй себя бальфым и сильным. Посмотреть на это. Да, красиво. Ладно, все, поставь на место. Поставьте, говорят, на место. Все, ставь, ставь. Ну все, разъездим, молодец. Наверное, я не знаю. Восстановить стрелу. Да пусть пока здесь стоит этот кран. Действительно, мешает что? На все эти пожарные, мало ли. Развернем его спокойно. А вдруг, как говорится, ну а вдруг пригодится за чем-нибудь. Всякое же бывает, правильно? В уголочку, точнее к стеночке поставим. Вот так. Большой, красивый, мощный, может поднять вот эту зеленую хрень. Па-да-па-да-па. Пум. Ладно, в следующий раз тогда, наверное, цапнем вот этого товарища. Который у нас Ворон 48, 43-80. И на нем поедем с прицепом. Ну вот, как эта штука называется? Снова. Нет. А, ну да. Вот. К нему и поедем. Но это будет в следующий раз. А пока что на живот. Всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылка на плейлист, на группу ВКонтакте, на Дискорд и на донаты. Все это в описании под видео. Извиняюсь за свое сопение. Всех тоже досюда досмотрел. Обнимаю. Парни хлопают к плечу, девочки, муку в щечку. Увидимся в следующей серии. Сноураннер. Не совсем безоговорочная. Но все-таки forever. Как-то так. Или корма их посмотреть все. Marketing ш Home QUEondereth. Тое. 1918 сокрягерты. Продолжение следует...